Неужели найден препарат, который всех похудеет? Наконец-то у человечества появилась та самая волшебная таблетка, которая поможет справиться с ожирением и с лишним весом. Так мы слышим на сегодняшний день практически со всех сторон. Многие звезды показывают, как они принимают этот препарат и далее хвастаются своими постраневшими телами. Многие нутрициологи и даже врачи-эндокринологи одобряют это действие и назначают это лекарство своим пациентам. Более того, даже многие статьи и исследования тоже одобряют эти действия и не показывают каких-то серьезных пагубных действий от приема этого препарата. Ну что, получается все, мы получили уже достаточно доказательств, поэтому можем смело принимать этот препарат и славно худеть. Давайте в этом видео разберемся, действительно это так и есть ли у данного вопроса подводные камни. А также досматривайте это видео до конца и вы узнаете, в каких обычных продуктах питания содержится самый натуральный аземпик. Я Мария Кадрлеева, врач и диетолог-эндокринолог, и вы смотрите канал про питание. Подписывайтесь на данный канал, он создан для того, чтобы вы оздоравливались и черпали полезную научную информацию о здоровом снижении веса и здоровом питании. Итак, для начала, что такое препарат аземпик и как он работает в организме человека. Начнем с того, что в целом данный препарат это не что-то новое на сегодняшний день, потому что он появился на рынке в России в 2019 году и использовался именно для лечения сахарного диабета. На самом деле, если и сейчас вы откроете аннотацию к данному препарату, то вы тоже увидите пока одно показание к этому препарату. Это лечение сахарного диабета второго типа. Как этот препарат работает? Дело в том, что с точки зрения классификации и фармакологии он является органистом рецепторов глюкоконоподобного пептида первого типа, который уже присутствует в нашем организме в тонком кишечнике. То есть в естественном виде у нас вырабатывается данный пептид и таким образом оказывает определенные действия на наш организм. Какие конкретные действия? Во-первых, почему собственно и назначается препарат при сахарном диабете? Он стимулирует поджелудочной железой синтез инсулина, что безусловно позволяет человеку с данным заболеванием контролировать уровень глюкозы в крови. Но плюс, как побочные еще эффекты, он обладает еще несколькими элементами. Какими? Во-первых, снижается опорожнение желудка и поэтому замедляется в целом пассаж пищи по желудочно-кишечному тракту. Что это дает? Это дает более долгое насыщение, поэтому у человека чаще всего сокращается количество приемов пищи и в целом сокращается количество еды, которую он принимает. Далее также еще есть очень интересный эффект – это снижение в целом аппетита, потому что данный препарат и данный элемент может влиять непосредственно на центры голода и насыщения и тем самым снижает удовольствие от приема еды в целом. Что, конечно, максимально физиологично, потому что мы должны получать удовольствие от еды, но этот препарат несколько притупляет данное ощущение. Также есть еще один положительный эффект – это сохранение бета-клеток поджиудочной железы, которые непосредственно и вырабатывают инсулин. То есть действительно это некоторый такой органосохраняющий препарат, и поэтому это очень полезно при сахарном диабете, опять же повторюсь, второго типа. И плюс ко всему был найден еще один эффект – это улучшение работы сердечно-сосудистой системы и снижение рисков, которые зачастую очень сопряжены с развитием сахарного диабета второго типа. Поэтому, повторюсь, для лечения именно данного заболевания – это замечательный препарат, его действительно постоянно использовали с 2019 года, и он обладал только лишь положительными эффектами. Сам эффект снижения веса при данном препарате не был основной целью. Он просто был замечен, и стоит отметить, что при наличии сахарного диабета снижение веса также весьма благоприятное действие, потому что снижается уровень инсулинорезистентности, улучшаются метаболические показатели, и в целом данное заболевание можно вывести в ремиссию. Но давайте разберем, так а за счет чего конкретно происходит похудение при приеме данного препарата. Я очень хочу обратить ваше внимание, что исходя из механизма действия, который я озвучила, у человека не увеличивается метаболизм ни в коем случае, у него не происходит никакого жиросжигания. По сути, у него просто снижается аппетит, снижается потребление количества еды, увеличивается процесс насыщения, и поэтому человек просто ест меньше еды. То есть, калорийность его рациона в течение суток несколько снижается. То есть, вы должны понимать, что человек и без данного препарата, если будет сидеть на более низкокалорийном питании, то он также абсолютно похудеет. Но просто на препарате ему легче, потому что без препарата, при более низкокалорийном рационе, он испытывает более серьезную психическую нагрузку. Я хочу напомнить, что все-таки лишний вес — это проблема привычек, это проблема пищевого поведения, это проблема образа жизни человека. Он не просто так переедает и не просто так поправляется. И поэтому, конечно, когда он долгое время неосознанно питался, когда он заедал свои эмоции, какие-то негативные состояния, когда он очень часто себя в чем-то ограничивал, а потом, например, срывался, то, само собой, просто выйти на более ограничительное питание ему тяжело, потому что ему необходимо работать с пищевым поведением. И это требует определенного времени работы с диетологом, с психологом пищевого поведения. Поэтому в таком случае никогда не происходит линейного снижения веса. Оно всегда скачкообразно и зависит от того, насколько человек погружен в данную работу. А при данном препарате у него нету подобных нагрузок, все притупляется, и поэтому снижение веса происходит более линейно. Поэтому многие чувствуют себя комфортно. И следующий момент, который я обязана озвучить. До сегодняшний день, по крайней мере, в России данный препарат назначается только при сахарном диабете. По крайней мере, нет пока клинических рекомендаций, в которых было бы показано назначение аземпика при лишнем весе или при ожирении. И также мы не знаем и пока не видим рекомендаций по дозировкам, количеству приема и так далее. Потому что просто пока об этом никто не знает. Я хочу отметить, что все врачи или другие специалисты, которые назначают данный препарат, по сути, это некоторая самодеятельность. Она, конечно, не всегда взята просто с неба. Многие думающие специалисты, которые действительно обоснованно данный препарат, назначают своим пациентам, они стараются опираться на те критерии, которые и ранее использовались для назначения лекарственной терапии ожирения. Как правило, это критерии серьезное морбидное ожирение, которое уже имеет определенные факторы риска. То есть, например, очень серьезный сахарный диабет, который тяжело компенсировать. Это серьезное сонное апноэ, когда у человека наблюдается серьезная гипоксия. Это, опять же, проблемы сердечно-судистой системы и высокий риск инфарктов и инсультов. То есть, как правило, данные критерии действительно являются показанием для лекарственной терапии. И поэтому, несмотря на то, что на сегодняшний день данных рекомендаций нету, многие врачи могут опираться на данные критерии. Ну а теперь давайте поговорим про подводные камни. Несмотря на то, что вроде как данный препарат только недавно начали использовать именно с целью снижения массы тела, в любом случае мы уже видим побочные эффекты. Самый основной пласт побочных эффектов, конечно, сопряжен именно с работой желудочно-кишечного тракта. И это понятно. Почему? Потому что именно в этом процессе и в этой области мы имитируем и увеличиваем естественное количество гормоноподобных веществ. Вы должны понимать, что наш организм, он не глупый. И точно так же, как многие люди, например, принимают препараты тестостерона в спортивных целях, чтобы получить быстрые, хорошие результаты, зачастую потом имеют серьезное снижение функции выработки своих половых гормонов. Это многим известный факт. Но на самом деле по этому принципу работает огромное количество как гормонов, так и гормоноподобных веществ. Поэтому если вы в избытке добавляете что-то извне, то ожидайте того, что ваш организм расслабится и потом хуже будет работать в этом направлении. И поэтому мы видим подобные побочные эффекты. Зачастую люди говорят о том, что у них наблюдается тошнота, страх снова принимать еду, потому что неприятные ощущения. Увеличивается риск развития панкреатита, увеличивается риск развития камней и желчного пузыря. Ну и самые грозные состояния это запоры и гастропорезы. То есть когда настолько замедляется перистальтика кишечника, настолько замедляется опорожнение желудка, за что это приводит к тому, что по сути желудочно-кишечный тракт нормально не работает. Это действительно грозные состояния, которые могут привести к хирургии и к летальному исходу. Да, действительно на сегодняшний момент не случается частых таких эпизодов, по крайней мере то, что нам известно на сегодняшний день. Но тем не менее они случаются, и вы можете с ними ознакомиться в интернете, почитать и изучить. Также была информация, что данный препарат повышает риск онкологии щитовидной железы, и поэтому не стоит его принимать. На самом деле на сегодняшний день опять же несколько опровергнут данный побочный эффект, потому что не настолько высоки риски с общей статистикой, но тем не менее все равно нужно быть внимательным. И по крайней мере у тех людей, у которых уже наблюдается онкология щитовидной железы, либо она была в анамнезе, то все-таки это является некоторым противопоказанием к приему Аземпика. Ну и неочевидный побочный эффект, который, возможно, мы не увидим в аннотации, но при этом мы часто сталкиваемся с тем, что рассказывают пациенты. Это утомляемость, апатия, выпадение волос, шелушение кожи, ломкие ногти и так далее. И в целом это логично. Почему? Ведь мы все-таки с вами, друзья, едим не только чтобы худеть или толстеть, а мы именно с едой потребляем необходимые для нас нутриенты для нашего здоровья. Все-таки в первую очередь, хотя все об этом забывают, ну и само собой и микронутриенты. Это различные витамины и минералы. И здесь чудес не происходит. От того, что вас подташнивает и то, что вам не хочется есть, и поэтому мы такие молодцы, едим 1000, 1200, 1300 килокалорий, это говорит о том, что мы недополучаем необходимых микроэлементов. И поэтому, конечно же, в итоге это приводит к подобным последствиям. А также, что еще более важно, это само собой развитие ее эффекта. Потому что когда мы просто мало едим, то зачастую горят наши мышцы. Это общеизвестный факт, а не жир. И как только данный препарат отменяется, то какую картинку мы имеем? Искудалое тело, в котором практически нет мышц, а это двигатель нашего здоровья, нашего иммунитета и в целом нашего метаболизма, чтобы при любой погрешности в питании мы резко не поправлялись, и мы остаемся с маленьким количеством мышц и с большим количеством жира. Поэтому даже возвращение на более оптимальное питание, несколько больше, чем было при данном препарате, уже приводит к серьезному набору массы тела. Поэтому мы имеем, опять же, полное тело и огромное количество дефицитов. Еду-то мы не ели нормальную. Именно по этой причине в сети появилось такое понятие, как лицо после приема Аземпика. Показывают различные фотографии, где у женщин появились морщины, где изменился очень сильно тонус кожи в худшую сторону. И все это обусловлено, конечно, вот таким вот быстрым снижением веса, большой мышечной потери, конечно, это не говорит ни о каком здоровье. Поэтому, друзья, какие мы можем сделать выводы? Важно понимать, что данный препарат действительно имеет место быть. Почему? Потому что все-таки есть категории людей, которым очень опасно ничего не делать и не снижать массу тела прямо здесь и сейчас. На самом деле работа со снижением веса, она действительно непростая. Она требует большого количества времени. И поэтому, когда у человека 10, 15, да даже 25 лишний килограмм, но которые еще очень сильно не ударили по метаболическим показателям и здоровью человека, у него есть это время, у него есть полгода, год, два года, чтобы грамотно, рационально работать со своим образом жизни, со своими привычками, со своими убеждениями и коррекцией пищевого поведения. И ему не нужны никакие препараты. Вот его дорога, как он должен работать со своей проблемой. Но бывают и другие состояния, когда у человека серьезное морбидное ожирение, когда у него крайне высокие риски, в частности по сердечно-сосудистым катастрофам. И поэтому мы понимаем, что у него нету этого времени. Ему надо быстрее эти риски снизить, потому что пока мы будем аккуратно работать над пищевым поведением и привычками, что никак невозможно ускорить, мы можем просто заработать инфаркт либо инсульт и потерять человека. И вот в таких категориях, конечно, оправдано сделать некоторый толчок, назначить препарат, чтобы действительно произошло снижение веса. Потому что у такого человека даже минус 10 килограмм буквально за месяц-два очень сильно снизит риски тех проблем, о которых я говорила. И потом человек может продолжать уже работать с более сниженными рисками, с меньшими проблемами, опять же над своим пищевым поведением, привычками и так далее. То есть он также идет по той же самой дорожке. Этот препарат нужен только данной категории людей. И при этом прием этого препарата ни в коем случае не отменяет все то, что нужно делать каждому человеку, который столкнулся с проблемой лишнего веса. Но я еще раз хочу напомнить, что опять же мы должны подождать и понять, а какие будут клинические рекомендации. То есть на какой срок даже этой категории людей мы будем назначать этот препарат. Какие более точные и детальные критерии будут нам, врачам, говорить о том, что этому человеку я назначу, а этому нет, потому что пока это не показано. Нам нужно подождать. Хочу напомнить, что различные игры с физиологическими механизмами очень всегда заканчиваются плохо. Голод и насыщение – это базовые механизмы, которые заложены в организм человека и помогают ему понимать, когда нужно начать есть, а когда нужно прекращать есть. Мы и так должны осознавать, что на приеме чаще всего диетологический пациент различает только два состояния. Я очень сильно голоден, и я уже значительно переел. Как правило, оттенки состояния голода и оттенки состояния насыщения ему в целом неведомы. Он их не понимает, он их не может разобрать. И в этом и заключается задача диетологической работы – научиться это понимать, научиться это распознавать. Почему? Потому что это откроет ему путь в интуитивное питание, в осознанное питание, где ему не нужно будет подсчитывать калории, подсчитывать какие-то порции. Он будет понимать свое чувство голода и насыщения и действовать в соответствии с этими сигналами. Конечно же, препарат нам в этом не помогает. Он только притупляет все эти механизмы, и получается, что самое главное, что мы должны отработать с пациентом, у которого наблюдается лишний вес, мы просто не можем. А значит, мы все больше и больше отдаляемся от возможности питаться интуитивно, так как это задумано природой. И для вашего воодушевления я хочу поделиться совершенно свежим исследованием, в котором ученые подтвердили, что применение в рационе различных видов клетчатки позволяет имитировать то самое действие аземпика. Как такое возможно? Хочу напомнить, что в принципе качественная положительная микробиота для нашего организма обладает возможностью способствовать либо снижению массы тела, либо набору. Именно поэтому сейчас очень часто и нужно работать именно с улучшением микрофлоры кишечника, потому что действительно это очень благотворно влияет на здоровье в целом организма, и также на его возможность снижать массу тела. Хочу напомнить, что, конечно, данный эффект достигается не приемом какого-то конкретного продукта, а разнообразным полноценным питанием, в котором достаточно много клетчатки, и это должно происходить на постоянной ежедневной основе. Итак, исследования проводились на мышах. В их рацион после высокожировой диеты начали добавлять различные продукты, богатые пищевыми волокнами. Как правило, добавляли целлюлозу, пектин, бета-глюкан и резистентный крахмал. И было выявлено, что в целом после любого вида клетчатки наблюдаются положительные эффекты для здоровья. Но бета-глюкан обладал также еще способностью замедлить процесс набора массы тела и даже способствовать его снижению. Почему так? Потому что бета-глюкан в кишечнике способствовал большей концентрации выработки, большей концентрации бутерата, который как раз-таки провоцировал выброс и синтез глюкогоноподобного пептида. Как раз-таки тот же самый механизм, который используется и при аземпике. Но хочу, конечно, напомнить, что эти исследования проводились на мышах, а как нам известно, не всегда данный эффект наблюдается абсолютно такой же и у человека. Но тем не менее, сейчас я хочу поделиться уже доказанными эффектами бета-глюкана, если мы будем данный вид клетчатки добавлять в свой рацион. Итак, если мы уже сегодня начнем есть продукты, которые богаты бета-глюканом, то мы можем получать следующие эффекты. Это и антиоксидантное действие, это снижение нагрузки на сердце. Особенно это актуально для тех людей, у которых наблюдается ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, то есть высокое артериальное давление. Также бета-глюкан способствует уменьшению всасывания холестерина и таким образом снижает как уровень холестерина, также и улучшает именно перистальтику кишечника и в целом пищеварение. Что, кстати говоря, наоборот ухудшается, когда мы принимаем аземпик. И также это повышение иммунного ответа, поэтому доказан факт того, что если мы данные продукты каждый день принимаем, то мы снижаем риски, в частности, онкологии толстого кишечника. Но, друзья, осталось только выяснить, а что это за продукты, которые нам надо добавлять в рацион. Итак, в первую очередь это зерновые продукты, в частности овес и ячмень, потому что там наибольшая концентрация данного вида клетчатки. Далее это морская капуста, которую тоже следует добавлять в свой рацион. Также это такие блюда, как мисо-суп, например, или такие блюда, в которые добавляются грибы шитаки. Они тоже обладают данным видом клетчатки. Ну и, конечно, это дрожжи, которые используют в приготовлении хлеба. И многие очень сильно их боятся, потому что боятся поправиться. Так вот, посмотрите, это достаточно полезные продукты. Используйте их в своем рационе во благо себе. Друзья, давайте делать окончательные выводы. Во-первых, берегите свое здоровье. И помните самое главное правило. Все, что новое появляется на рынке, не должно использоваться сразу. Принимайте выжидательную тактику, понаблюдайте, посмотрите. Может быть, и будут какие-то положительные вещи, которые потом мы будем применять. Но зачем испытывать это на себе? Подождите, когда наберется достаточное количество данных, более долгосрочные исследования, чтобы мы понимали, точно ли данная игра стоит свеч. И главное, помните, что уже сейчас, если вы будете работать со своими пищевыми привычками, то это самая лучшая инвестиция в свое здоровье, пищевое поведение и здоровый вес. То есть, никогда ничего не будет лучше. Все, что будет появляться, и даже если не будет иметь серьезных побочных эффектов, это лишь будет всегда в дополнение к тому, что мы должны делать. Я надеюсь, это видео вам было полезно. Если остались вопросы, то оставляйте их в комментариях. Я постараюсь на все ответить. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там еще больше информации. До новых встреч! Продолжение следует...